Древнегреческий историк писал, что за время этой войны Эллада пережила столько бедствий, сколько ни разу не испытала раньше за такой же период времени. Почему вскоре после греко-персидских войн в Греции вновь разразилась война? В чём её особенности? Какую роль в дальнейшей судьбе Греции она сыграла? Победа над персами была достигнута совместными усилиями всех греков. За время войны Афины создали большой и сильный флот и возглавили Афинский морской союз. Афины контролировали торговлю с причерноморскими колониями. Для содержания флота и армии афиняне часто использовали деньги союзников из общей казны. Просветающие Афины стремились установить господство над всей Элладой. Такая политика Афин противоречила интересам Спарты. Возглавляемый ею Пелопонесский союз вёл торговлю с колониями в Западном Средиземноморье. Спарта укреплялась и тоже стремилась к установлению контроля над всей Грецией. Постепенно почти все полисы разделились на два лагеря. Сторонников Афин и сторонников Спарты. Война между двумя союзами стала неизбеждой. Она получила название Пелопонесской. Военные действия начались в 431 году до н.э. Спартанцы несколько раз вторгались в Аттику. Жители укрывались в Афинах и за длинными стенами, которые соединяли город и порт Перей. С моря подвозили припасы. Но из-за скученности началась эпидемия, погибли тысячи людей. Афины, используя флот, опустошали побережье Пелопонесса. Обе стороны несли большие потери, и в итоге был заключён мир, который продлился всего 6 лет. В 415 году до н.э. афиняне решили захватить самую крупную колонию в Средиземном море – Сиракузы на острове Сицилия. Поход оказался неудачным. Большая часть афинского флота была потеряна. Многие воины попали в плен и были проданы в рабство. К тому времени на стороне Спарты оказались уже не только греки, но и персы. Они были заинтересованы в ослаблении Афин и всей Греции. На персидские деньги Спарта построила флот и начала войну с афинами на море. В результате нескольких сражений спартанцы смогли, наконец, победить афинский флот и осадить Афины. В 404 году до н.э. после пятимесячной осады город пал. Пелопонесская война длилась 27 лет и унесла тысячи жизней. Разорялись города, гибли урожаи и домашний скот, уничтожались виноградники. Современники писали, что бедные составляли большую часть населения полиса. Хозяйства, оставшиеся без кормильцев и работников, разорялись. Большим ударом для Афин была потеря флота, а с ним и морских торговых путей. После поражения в войне могущество Афин было подорвано, и Спарта стала сильнейшим полисом Греции. Спартанцы активно вмешивались в дела других полисов. Они настаивали на отказе от демократии и установлении олигархии, как это было в самой Спарте. Спартанцы даже сделали попытку заменить афинскую демократию олигархией, но афиняне восстали и не допустили этого. Пелопонесская война имела ещё одно важное последствие. Со времени её окончания никакие значительные события в Греции не обходились без участия персов. За помощью к ним обращались и спартанцы, и афиняне. Афинские военачальники нередко состояли на персидской службе. Даже восстановление Афин происходило во многом на деньги персидской державы. Взамен персы снова подчинили себе все поселения Малой Азии и близлежащих островов. Часть греков опять оказалась под властью Персии. Таким образом, после победы над персами произошло возвышение Афины Спарты. Борьба между ними за господство в Греции и Средиземноморье привела к Пелопонесской войне. В результате войны Афины пришли в упадок. Возникла зависимость греков от Персии. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...